Добрый день, уважаемые трейдеры компании A-Markets. На связи Роман Корнев и моя еженедельная аналитика по торговой стратегии Scalping Interday на зеркальных уровнях поддержки и сопротивления. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать видео. По ссылочке в описании переходите на мой канал. Там сами видите, что ситуация в стороне непонятная. Вероятность того, что YouTube заблокирует, очень высокая. Поэтому под любым видео на моем канале в описании найдете ссылки на 4 сервиса. То есть это YouTube, Routube, MailPulse, Яндекс.Дзен, где можно посмотреть мои видео, подписаться. А также ссылка на Telegram чат, чтобы получать актуальные новости по экономике, по бирже, по финансам. То есть я опубликую важные новости, чтобы не пропускать, чтобы вы могли либо заработать на новости, либо не попасть в просак, если будут сильные новости. Итак, на этой неделе я подготовил вам 12 инструментов, еще больше сигналов. Поэтому давайте посмотрим. По евро-доллару у нас линия сопротивления в районе цены 11.29. Линия поддержки 1.09.97. От поддержки мы покупаем, как известно. От сопротивления мы продаем по моей стратегии. Также поддержка на уровне 1.0804 есть, от нее также можем покупать. Доллар-канадец пробил линию поддержки, протестировал ее уже. Поэтому, я думаю, еще раз цена вернется. И в районе цены 1.26.39 будет зеркальная линия сопротивления, от которой можно будет ставить ордера на продажу. Также внизу линия поддержки 1.25.61. От нее покупаем. Ну и наверху сопротивление от них продаем. Доллар-японская иена движется вверх очень уверенно. Недавно пробил очередную консолидацию, пошел вверх. Если будет возвращаться вниз, то на пути будет зеркальная линия поддержки. В районе цены 11.18.430 можно будет ставить ордер на покупку. Доллар-франк на прошлой неделе отработал сигнал зеркальной линии поддержки. Также движемся вниз. Если пойдем дальше, то в районе цены 0.924.44 зеркальная линия поддержки. И две классических линии поддержки. В районе цены 0.9181 и 0.9101.1. Везде ставим ордера на покупку. Канадец-франк движется к зеркальной линии поддержки. В районе цены 0.7286. Ставим ордера на покупку. Австралиец-канадец. Размашистые движения. Но если пойдем вниз, будет у нас уровень поддержки в районе цены 0.9181. И по фибоначчи уровень здесь поддержки 0.9123. Тоже покупаем от этих уровней. Еврофунт движется вот в таком вот канальчике. Значит, наверху 0.8453 продаем отсюда. Внизу 0.8369 покупаем. Но это на М30. Обратите внимание, такие короткие сигналы. Британский фунт, швейцарский франк. Здесь, значит, тоже канал. Линия сопротивления 1.2538. Отсюда мы продаем. И линия поддержки 1.2115. Отсюда ставим ордера на покупку. По евроканадцу тоже короткий сигнал. В районе цены 1.4008 продаем. Нефть демонстрирует сильное снижение. Но, тем не менее, я думаю, что после консолидации все-таки пойдем вверх. Ей пророчат там вплоть до 300 долларов. Но на пути будут встречаться ей сопротивления. Поэтому в районе цены 119. Это уровень 61.8 фибоначчи. Можно будет ставить ордера на продажу. А также по золоту похожая ситуация. Также фибоначчи. 2.001 доллар за трое скульпцией здесь будем продавать. Ну и S&P 500 демонстрирует восходящую динамику. На пути ей есть уровень сопротивления 4.797. И уровень поддержки 4.161 доллар. Днем будем покупать. Вот такое вот настроение рынка. Такие вот у меня сигналы. Давайте посмотрим экономический календарь. Эта неделя вообще относительно спокойная. У нас только процентная ставка по китайскому банку в понедельник. И процентная ставка по Швейцарии в четверг. Причем она неизменно прогнозируется. Поэтому скорее всего волатильность будет умеренная. Сильных новостей не будет. И это хорошо. Хорошие новости. Потому что технический анализ будет работать очень хорошо. Поэтому анализируем линии поддержки и сопротивления. Подписываемся. Ставим колокольчик, чтобы торговать по моим сигналам. Торгуйте с удовольствием. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok